немножечко пройдемся по вашим высказываниям вот мы одно тут много говорили с олегом цимбал по поводу чистки печени он изложил мне свое я изложил свое что я хочу сказать это то что вот смотрите вообще любая там процедура вот если взять любую процедуру есть так такая вещь как статистика вот тут тысячи человек все может пройти нормально а у одного и двух ничего подобного это же касается и чистки печени если вы не уверены в себе далее если вы считаете что есть у вас там какие-то там камушки там какие-то осложнения то вот эту мощную чистку с использованием масла и лимонного сока хотя в начале побуривая там используются травы вы ее не применяете есть другие методы с помощью которых можно очищать печень растворять такие более мягкие и все это я изложил свои книги и оставил то есть там с помощью соков есть даже тут отзывы почитайте есть отзывы такие что я очищал с помощью там соков все там нормально значит не используйте если вы не уверены потому что неуверенность как раз и порождает разного рода вот эти вот зажимы страхи что-то там пошло что-то там такое а вы там а запаниковали сразу же зажим будет а когда человек спокойный уверенный то все идет нормально процедура в основном где-то на 98 99 процентов эта процедура нормальная безопасная но вот в одном в двух процентах случаев бывают осложнения разного рода осложнений все я вам сказал что вот сто процентов нигде ничего не бывает чтобы в это знали понимали что я не собираюсь вводить вас действительно в заблуждение и говорить вот будет отлично и все у меня лично было отлично а если вы считаете что какие-то там есть значит это мы с врачом посоветуйтесь и может быть даже если он такой прогрессивный можете как-то вместе с ним скооперироваться и там сделать посмотреть сделать узи до сделать узи после и т.д. т.п. ладно так кратенько а то видосы получается слишком слишком продолжительно и так про чистку печени руми эспера опишу свой опыт делал дважды полное очищение печени по пять заходов через каждые две недели первый раз двадцать четыре года и каково тогда было мое удивление собрать без малого литровую баночку темных камней зеленых бурек крючкообразных самое главное это состояние после чисток о чем я говорил ощущение тела как в юношестве двадцать четыре года это уже юные человеки представляете он еще поюнел сон физическая активность состояние спокойствие разума умиротворение пропала тяга к вредной пище просто не хотелось есть всякую дрянь тянула на здоровое питание хотелось заняться спортом растягиваться бегать быть активным самое интересное что стала пропадать лень с апатией это очень интересное наблюдение то есть появилась энергетика когда нет энергетики возникает лень и апатия преследовавшие меня долгое время меня потянуло к книгам изучение чего-то нового вспоминаю это как неподдельный интерес к жизни который раньше глушился странным состоянием лени я могу и это несколько объяснить совершенно с иных позиций но пока ограничимся просто чтением чтением что же говорит о цвете лица и общей физической форме все знакомые заметили что я помолодел многим были интересные перемены второй заход чисток был в 30 и представьте могу все те же ощущения победы над собой господи жить становилось легче по-настоящему каждый раз после этих непростых процедур благодаря легкости начинается новый этап жизни во всех сферах касательно движения камней по протокам этого я не ощущал просто было очень плохо в ночь чистки подготавливался тщательно чистил кишечник по полной программе так как увидел взаимосвязь пустого кишечника с процедурой когда он вытягивает из печени максимум дрянь было такое что при недостаточной подготовке кишечника из печени не выходило немного ко мне а через две недели с правильной подготовкой результат был мощнее вот это как раз я рассказал что такое правильная подготовка что такое смягчение организма можете почитать просто я уже не хочу перечитывать то что уже давным давно описано эти процедуры конечно не простые нужна хорошая подготовка это и прогрев и асаны из йоги никакого тяжелого труда на протяжении циклов прогулки соки настройка питания за месяц два до начала вот отличный подход вот это правильно то есть человек понял что насколько эта процедура оздоравливающая действует и к ней естественно надо подготовиться и главное внутреннее равновесие так как стрессы губят весь процесс о чем я только что вам сказал если вы боитесь если вы не уверены не делайте почитайте варианты более таких щадячих чисток без вот таких вот вот стрессовых реакций и решите делать не делать можете посоветоваться с врачом при этом обязательно ему скажите что вот такая вот чистка вот есть в народной медицине аналогом ее является тюбаш медицинский если будут против вот что-то вам скажут это вот скажут а другое дело понимаете хорошо говорить когда ты сделал если ты сделал ты что-то знаешь можешь рассказать вот как вот как он это все отвечает руме рассказывать потому что он делал внутреннее равновесие так как стрессы губят весь процесс в общем настройка начать новую жизнь поменять привычки уйти в аскезу по отношению к привычному образу жизни ну будем говорить так знаете соблюдать все таки разумно какие-то нормы в своем поведении в своем питании чтобы помочь своему организму тогда задумай задуманное и приносит результат дважды шел по пути описано в книге целительные силы делал все по инструкциям заметил на организме работу лунных циклов убедился в том что в новолуние полнолуние процедуры делать легче потому что в новолуние полнолуние полнолуние самые большие приливы и отливы то есть у нас тоже жидкости ходят это еще древние заметили а я это это применил видите как 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 все это работает они слова сам готов выбросить из себя шлаки это факт когда что-то кто-то вам советует говорит и так далее спросите а вы сами делали потому что многие там рекомендуют то все а сами в этом нули они ничего не делали а вот чистки промежуточные недели проходят сложнее то есть промежуточные недели лунного цикла это аскеома и похоже что древние люди знали влияние астрофизики на жидкости на листрии в организме гораздо больше современных врачей просто да просто понимаете эти науки отбросили а все что имеется у нас тут во вселенной ну вселенную брать не будем даже галактику брать не будем возьмем земля солнце и луна вот это самое мощное светило которое на нас влияет две планеты одно светило вот и понаблюдаем как они действуют и все это естественно можно внедрять это все работает друзья пишу с благодарностью еще раз повторюсь это большой труд над собой да легко бывает только в больнице выпил таблетку и порядок с печенкой так не получится чтобы я еще хотел бы сказать вот я думал сказать но как-то это все никак вот смотрите вот люди уже ну так я скажу пять тысяч лет назад а то и больше то что мы знаем там допустим вот когда скажем со времен моисея они были такие же как и мы то есть физиологии умственные способности все все было такое но вот скажем вот в то время для того чтобы это к примеру создать ядерную бомбу надо было получить огромное количество знаний для того чтобы это сделать это и механика должна развиться и электротехника и значит уже химия и физика и ядерная физика и плюс еще производство чтобы все это там сложилось обмозговалось чтобы сделать то есть это огромный труд для того чтобы когда человеку вот в то время сказать знаешь что можно так бабахнуть и пол планеты не будет а он не повеет так вот для того чтобы это случилось надо огромное огромное количество знаний наработать теперь вот смотрите если мы с вами хотим изучить человека хотим изучить его здоровье вообще от чего там у нас зависит смотрите мы уже с вами этот кто интересуется этим делом проходили а именно допустим физиологию вроде как знаю хорошо знаю но этого явно недостаточно значит что там паразитология должна быть оказывается паразиты жрут хорошо узнали можем там потроить далее значит что то что то все таки не получается надо значит питание знать а как там питание и я так вам замечу кратенько замечу я вам рассказывал что основное в питании это то что мы из питание строим свое тело не витамины не минералы не не прочие там какие-то эти самые вещества а именно вот эта связка информации о месте производства производства пищевых продуктов влияет больше всего когда человек питается из этого региона продукты которые здесь выращены вот натурально и если взять долгожители вот и немножко посмотрю про про наших долгожителей живущих живших и живущих в азербайджане там есть такое место эти люди практически с этого региона не выходили они жили там постоянно всю свою жизнь и поэтому они построили такое тело которое стало частицы этого вот что самое главное и это позволило им прожить там за сто лет и более так вот он прожил да где то до 165 168 лет и жил бы дальше но его начали вытаскивать из этого места на телевизионные передачи туда-сюда и так далее что рассказали что он после одной из них там приехал домой а его угостили там какой-то там колбаской и он эту колбаску просто-напросто не смог переварить дня два там три помучился значит животом и умер а так бы еще жил это так питание мы узнали ага питание все хорошо человек придерживается все татара татата но опять что-то не получается оказывается надо знать психологию психологию изучили все тара тара пошло вроде как уже как мы уже все а человек и знаем там допустим и геном открыли и то все открыли и все вроде что-то там пытаются делать и лечить там с каких-то позиций и вроде видим болячку вот она но все равно что-то не получается что-то еще должно быть знание о тонкой физиологии человеческого организма она является тем той матрицей с которой строится физиология и тело физическое они вообще ничего не знаю вот кроме как из эзотерических там книг их них там по йоге там немножечко но такого знаете вот когда как бы сказать вот ученые исследовали эту физиологию в течение нескольких лет и выявили такой работы вернее она была проведена но она скрыта от нас а научные мужи ее просто так отбросили энергетика тонкая энергетика как она строится далее и этого мало чтобы объяснить здоровье человека надо значит понять как это здоровье из одной жизни передается в другую что на нее влияет то есть вот этот круг знаний не говоря уже там об астрологии влияние планет на нашу жизнь при рождении и так далее и тому подобное тоже это надо знать и много иных еще знаний вот тогда человек начинает понимать на чем строится здоровье как с ним работать а пока знаете пока понимания этого общего нету и естественно получается то что получается ну примерно так я сказал так отлично я еготора во время была